мне задают вопрос о библии материал получился так не вмещается mail.ru особенно не пошлешь а видео принимает я решил просто здесь показать как относиться к ветхому завету ну как слово божие когда господь говорит и следуйте священное писание евангелие от яна 539 решила только о ветхом завете писанием называлась и воскресший говорит доказалом из закона пророков и псалмы так и вот я пишу синодальный перевод наилучший и добротнейший а на церковно славянском вы же так и будете во тьме он для историков и для мышей и где это все ткнуть надо ну я не знаю как набирать там или что второе сомневающиеся в том что библия и слово божие вот место какое это с моего форума это не не откуда-то я беру библия в русском всем дальнем переводе 1876 года лучший подарок и вот где это находится как они ну то ли набирать надо или что одну строчку то можно и набрать вот не канонические книги в святой библии вот пока показывать буду так как то чтобы было лучше то видно видимо тут приподнять надо у меня такое устройство тут и канонической книги в святой библии вот все это стихи во свете библии библии христос противоречия библии мнимые конечно не настоящие дальше если зарядить библейский поисковик то в конце показаны эти 11 неканонических книг вот они здесь показаны неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях такие как святой англ таус чтение неканонических книг рекомендовано по местными соборами святыми отцами владикийский 59 правило собор 60 карфагенский 33 апостольское правило 85 афанасий этот о праздниках стихи григория богослова амфилохии и дальше статистика на библии в русском переводе по синодальному изданию 1876 года сколько букв сколько знаков я потратил много времени на это но наконец вывел такое перепроверил пока изменений нету вот они сколько 1 глав вот канонические книги ветхого завета начиная с бытие в бытие 50 глав 1533 стиха 28 тысяч 420 слов 125 тысяч 411 букв и и дальше левит числа но по порядку смотрите какая работа проделана а потом на калькуляторы работали три человека у меня помощники были хорошие вот псалтырь 150 псалмов 2516 что здесь второе это стихов дальше слов 30 тысяч 197 и букв 145 тысяч 771 и вот здесь все пророки взяты до малахии тормозните его увидите дальше не канонические книги люди которые ничего то не знают нападают а нужно нам это математика но не нужно и нету а мне нужно все протестует то и не верят как григорий низкий говорил верят только в то что сами могут сотворить вот не канонические книги точно тоже в буквы и дальше идет у меня новый завет вот он где новый завет ветхий завет из канонических них содержит 39 книг 929 глав 23 272 стиха четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот шесть слов и два миллиона пятьдесят девять тысяч четыре шестьдесят пять букв в неканонических книгах входят также 13 14 главы книги пророка даниила и молитву монастырь вторая про репоминон 36 глава это составляет 172 главы и дальше новый завет содержит 27 книг 260 глав 7 тысяч девятьсот пятьдесят пять стихов 129 тысяч пятьсот девяносто шесть слов и 612 тысяч девятьсот девять букв в библия каноническая вот 66 книг 1189 глав 31 2227 стихов пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот два слова два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят четыре буквы вся библия с не каноническими книгами 177 книг 1361 глава 37 тысяч восемьдесят два стиха 669 тысяч двести восемьдесят четыре слова 3 миллиона сто семьдесят две тысячи пятьсот двенадцать букв во всей библии полно вот какое количество знаков точек 27 тысяч семьсот восемьдесят две запятых восемьдесят шесть тысяч четыреста шесть четыре точки запятой 12268 двоеточие 11 тысяч 12 восстанавливать знаков 2170 вопросительных знаков 3362 кавычек 2050 скобок 4308 пробелов 710 40 знак черта встречается ветхом завете в канонической книга 2952 раза в новом завете 488 и звук иоты и краткое ветхом завете 20 тысяч 809 раз и в новом завете 5236 и того в библии черта 3440 раз и иота 26 тысяч 55 раз матфея 518 ибо истина говорю вам доколе не предет небо и земля ни одна иота или ни одна черта не предет из закона пока не исполнится все ну и дальше добавляю знания пересчитал снова весь коран построчно посчитал количество стихоп аятов во всех сто четырнадцати 40 главах получилось около 6212 или 6236 а почему разница такая ну там и два варианта у них даются семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать девять слов в новом завете стихов 7955 вот каков объем корана сравнение с новым заветом а вот буквы то тут я не указал пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести две вот она где вот я даже могу красным выделить корана стране с новым заветом новый завет шестьсот двенадцать тысяч 909 буквы коран пятьсот пятьдесят четыре двести две в библии полной столько-то коран меньше библии с неканоническими книгами в пять целых семьсот двадцать четыре раза и меньше нового завета в одну целую сто шесть тысячных раза звучание нового завета в записи 18 часов 30 21 минута 19 секунд 755 мегабайт соответственно коран шестнадцать часов и сорок семь сотых 679 мегабайт во всей библии восклицательных знаков 2170 это в коране три тысячи триста шестнадцать вопросительных знаков библии вот столько-то в коране вот столько то слово аллах встречается 2799 раз евангелие 12 раз это в коране господь 954 бог 42 милость 240 милосердие 228 книга 115 христиане 15 библии слова христианин встречается всего три раза что интересно а в коране 15 многобожники 43 сотоварищи 91 коран 68 то есть самом коране слово коран встречается для сравнения в коране имя ибрахим авраам встречается 70 раз авраам в новом завете 71 и ветхом 168 иса в коране 107 раз а иисус новом завете 983 исхак 17 раз в коране а в библии исаак 135 с неканоническими и якуб король 16 а библии яков 433 муса 136 а моисея в библии 825 мария 34 мария в новом завете тоже 34 израиль 43 израиль библии 2567 эти цифры даю не просто для интереса дело в том что автор корана столько раз мог обратиться к первоисточнику чтобы точно добуху передать переписать в коран все что он брал из библии об аврааме исааке якове израиле моисея мари иисусе давиде соломоне дуайт солейман соломон посмотрите сколько раз эти имена встречаются в библии совокупности 5216 раз то есть автор корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику чтобы труд его был неукоризненным и чтобы потом не обвинять подлинник что он деневерен нужно еще сравнить ну ха с ноем и описание потопа в коране 45 раз слово божие приятнее всего псалом 1111 они вожделение золота и даже множество золота чистого слаще меда и капельсота выше библии нет ничего и быть не может псалом 137 2 поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твое за истину твое ибо ты возвеличил слово твое слово библию превыше всякого имени твоего сколько раз упомянутые в каране библейские персонажи указаны выше минимум столько совершено ошибок по отношению событий связанных с этими личностями по святой библии 423 раза говорю только о том что перефразирует библейские тексты мне как христианину совершенно нет дела до повести буддистов язычников но в коране описывается как бы библейские события если протопопа вакуум готов был умереть за один ас то есть буква притом не в библии то как мы должны ратовать за сохранение чистоты и неповрежденности библии если мусульмане докажут что упоминаемые герои веры не наши а совсем другие тогда вопрос снят но если речь коране идет именно о детях бога и уголы то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в коране но даже опровергнуть уже не уидейские арабские басни их мифологию матфея 518 ибо истинно говорю вам доколе не приедет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона пока не исполнится все притча 30 26 стих не прибавляй к словам его чтобы он не обречил тебя и ты не оказался лжецом откровение 28 боезли вы же и неверных и скверных убийцы любодеев и чародеев идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую эта смерть вторая любят ли мусульмане нашего иисуса как бога как искупителя а не выдуманного иису пророка учат ли так как учили святые апостолы христовы если считает коран глубоко верующий христианин и держит памяти библию то у него появляется великая скорбь о стольких душах введенных в заблуждение не познавших христа бога не имеющих библию источником света светильником на пути к которому они не обращаются погибая во тьме второе петра 1 19 21 притом мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божие человеки будущий движим и духом святым вот об этом хотел сказать и когда павел горит некая себе обучение заниматься с ним постоянным речь все еще идет о ветхом завете его никто не отменял новый завет только возвышен там не уби а тут даже не гневайся там любодействие а здесь не пожелай вот и все и отделять ветхие от нового завета какая притча соломонова давида почему в церкви считает если ветхий завет не нужен то половина службы по покойникам везде считают псалтырь и на этом все